После Вербного Воскресения начинается Страстная Седмица. Как православному верующему нужно провести эту неделю? Как подготовиться к празднику Пасхи? С дня сразу же после Вербного Воскресения у нас начинается Страстная Седмица. Православная Церковь воспоминает все детально, каждый день, все те события, которые были в истории человечества, когда пришел на войну и страсть Господь наш Иисус Христос. И эта Седмица называется Страстная. Воспоминание тех страданий. Мы можем представить, как мы, если бы нам сказали, что нам предстоит смерть через несколько дней, как бы мы готовились эти дни к своей смерти? И вот Господь знал, Он знал наперед, кто Его предаст, когда Его предадят, когда Он будет страдать, что случится с учениками, которые были всегда с Ним, как они разбегутся, никто не останется с Ним, как Петр отречется от Него, сам кого не замечая, всего-навсего любопытством движимый, что же будет далее? И Он отрекался, говорит, не знаю этого человека, чтобы быть рядом. Но в этих словах было отречение, было предательство Христа. Он предавал сам того, не понимая. Но когда Он осознал, когда сбилось то пророчество, что когда Господь сказал, что трижды отречешься, прежде нежели петух возгласил. И когда это уразумел Петр, то он пошел горько плакал. Все эти дни Страстной Седмицы принято проводить в особо строгом посте. Эта Последняя Седмица, она и называется Страстная Седмица. Пост, можно сказать, сорокодневный, уже закончился. День входа Господня в Иерусалим, дальше еще строже пост берут на себя христиане. И Последнюю Седмицу проводят в особо строгом посту. Здесь, в четверг, Церковь воспоминает установление таинств причащения. Когда Господь наш Иисус Христос причастил своих учеников, преломив хлеб, говоря глаголе, «Едите, сие есть тело мое, ежа за вас и за многие изъеваемые». Указывая на чашу с вином, которая преобразовалась в кровь, сказал «Пейте от нее все, сие есть кровь моя кровного завета, ежа за вас и за всех изъеваемые». И это таинство причащения, установленное Господом, оно является обязательным для христиан, для верующих в Господа Иисуса Христа. Потому что Христос сказал «Ядущий плоть мою и пьющий кровь мою во мне пребывает, и я в нем побываю». А далее Он еще ранее говорил «Кто не будет ясти плоти моей и пить крови моей, не войдет в Царство Небесное». Царство Небесное – это и Царство Божие, которое внутрь вас есть, сказал Христос, которое из Царства Любви. Можно другими словами сказать так. По-настоящему человек не может быть счастлив, если он не причащается телу и крови Господу нашего Иисуса Христа. То есть, когда он не принимает в себя Христа, когда он живет не по заповедям Христу, но когда он живет по своей воле, по-настоящему он не может быть счастлив. Счастливым может быть только человек в бою, ибо источником всякого блага есть Бог. И Христос сказал «Царство Божие, Царство Любви, внутрь вас есть». Это Царство – это состояние души, состояние человека такого, когда он пребывает, можно сказать, на небе. Когда он, общаясь со Христом, через все таинства, через молитву, через таинства, он находит удовлетворение всех своих запросов духовных, также и телесных. И Бог сказал Христос «Без меня не можете ничего творить». Вот в этом суть. Да, далее. В пятницу особо строгий пост Церковь установила по Слову Христа. Когда Иисуса Христа упрекали парисеи и законники, книжники, «Почему твои ученики не постятся?» Он сказал, что «Как могут сыны, человек другобрачного, поститься, когда с ними жених?» «Отымется жених, и будут они поститься». И ученики вспомнили эти слова уже после воскресения Христова, что сказал «Когда отымется жених?» «А жених отнялся в четверг». Мы будем вспоминать вечером уже страсти. Конкретно читать будет 12 Евангелий и воспоминаться страдания Господа нашего Иисуса Христа. И отнялся жених, и апостолы постановили в этот день, на второй день, то есть в пятницу, строгий пост, когда христианин, верующий в Христа, не укушает целый день. Только старикам и немощным, и больным тем этот пост, конечно, послабляется по мере возможности. Пост – это не есть диета, это не есть голодание, это есть добровольное воздержание от пищи. И духовный пост заключается в добровольное воздержание от всякого зла. Потому что, чтобы прийти к большему, надо начать с меньшего. А меньшие – это нам удобнее воздержать свою плоть сначала. Когда мы научимся воздерживать свою плоть, вот переедание, вот кушение пищи определенного вида, то есть пищи животного происхождения, но и растительного происхождения, мы не должны переедать. И вот пятница установлен, значит, особо строгий пост, когда даже литургия не служится, не совершается даже причащение. В субботу будет воспоминание погребений Христа, и вечером уже будет начинаться чтение деяний апостолов, и где-то в половине двенадцатого будет начинаться полуночница, служится. И ровно в двенадцать часов уже у нас начинается пасхальное богослужение. После возгласа священника о начале службы выходят все люди и делают крестный ход вокруг храма. Это означает то событие, когда жены мироносицы пришли на гроб и его обнаружили пустынь. Они пришли на гроб один раз, и потом один раз обходятся вокруг церкви. А то другие люди говорят, почему не три раза, когда-то три раза, или с чем-то спутали, или забыли. Один раз пришли жены мироносицы на гроб, и они увидели его пустынь. И здесь сам явился Христос, и объявил о том, что Он воскрес. Они первыми были свидетелями воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И дальше уже идет пасхальное боссужение. После по окончанию боссужения идет освящение куличей, пасов. По нашему говоря, пасов, которые люди приносят и уже разговляются всем тем, чтобы они все освятили в этот праздник. Спасибо. Отец Владимир, обычно на Пасху принято причащаться. Вот есть такая традиция. Многие стараются именно в этот праздник причаститься. Как она согласуется с церковными канонами именно в этот праздник? Значит, всякое боссужение, которое заканчивается литургией, совершается ради причастия. Кульминацией высшей точкой боссужения является причащение святых христовых тайн. То есть, соединение человека с Богом. Но на Пасху, вы знаете, сколько бывает в течение народа. Мы в прошлом году причащали, в этом году будем причащать. Но это причащение будет без исповеди. Исповеди невозможно сделать на Пасху всех тех желающих причаститься. Те, которые по своему или неродению, или поленности в течение поста не причастились. И они придут на Пасху один раз в году и станут в очередь причащаться. Сначала станут исповедоваться. Исповедь может затянуться до полудня. Чтобы всех поисповедовать, по одному выслушать всех, всех, кто, чем согрешил, чем кается, сделать наставление и затем уже человек приступит к причащению. Потому у нас есть такое определение, что причащать без исповеди, но тех, которые исповедовались ранее, в четверг и в субботу. И в этом году будет такое то же самое. Мы будем причащать всех тех, которые готовились к причащению. К причащению надо готовиться. Ибо это таинство. когда мы непостижимим для нас образом, принимаем свое сердце, свою душу, принимаем самого Христа. Представляете, с каким страхом Божьим мы должны приступить к этому таинству. И священник, когда выходит причащать Мериантон возглашает со страхом Божьим и веру приступите. Со страхом Божьим. Это не просто поесть хлеба или борща. Это надо принять себя Христа. Но сейчас не все могут это осознавать до конца. Русь, можно сказать, крещеная, но не просвещенная. Еще много нам предстоит потрудиться в просвещении наших прихожан. Потому будет, я думаю, что будет ограниченное число причастников в этот день. Но причащать будем и мы не имеем права отказать кому-либо в причащении. Боево призвал сам Господь. Сам Господь пожелал войти в его сердце. Конечно, это мысль есть и от человека тоже. отец Владимир. У нас в городе с советских времен принято на Пасху посещать могилы своих родных и близких. Такая традиция сложилась от того, что в воскресенье выходной день и обычно как бы людям не было другой возможности. Правильно ли это? Это можно сказать наследие советского времени. Церкви определено на Пасху не ходить на кладбище. Определен день через неделю после Пасхи. Радоница называется. Это и не воскресный день даже через неделю, а Радоница уже можно сказать служится и празднуется во вторник. Конечно, у нас принята практика, что и понедельник ходит на кладбище. А то, что ходит на Пасху в воскресенье, это есть можно сказать отрыжка социализма, когда людей притесняли, старались даже под Пасху на Пасху субботник организовать и людям некогда было прийти через неделю на могилы своих родственников. И они когда было время и эта привычка она осталась до нынешних времен. Не стоит на Пасху ходить на кладбище. Надо пойти в то время, когда определено это церковь. Через неделю на радость. Хотя и греха такого можно сказать и нету, когда человек прошел на Пасху на кладбище. Он может поприветствовать своих родных воскресеньем Христос воскресеньем. Но все так не могут прийти на кладбище, чтобы не прорвались слезу о потере и утрате. Тогда праздник Пасхи можно сказать обращается посещением кладбища. И это омрачение уже не согласуется с духом праздника, когда мы восхитая Христос воскресенье, находимся в радости, в ликовании. А на кладбище это может и не состояться. потому церковь определено этот другой день через неделю. Спасибо. Отец Владимир, у нас в Благочинии, как я знаю, довольно много храмов. Все ли они будут служить на Пасху? Во всех селах будет возможность людям посетить пасхальное богослужение? У нас зарегистрировано по Красно-Лиманскому району 30 приходов, 30 храмов. Но они не все еще действуют. Например, у Диброви община есть, но там места нет, храма нет. У каравани уже служба происходит, но там обслуживает священник, у которого три храма. Он обслуживает рай, караван и южную сторону в Сицилийцинский храм. Так само Ильичонка. Там священник один, это из Лаврентьевского храма, он обслуживает два храма. Поэтому на этих приходах, где один батюшка на несколько приходов, будет освящаться только Пасхи, а богослужение уже будет в одном из этих храмов. Но наш район занимает, можно сказать, ведущее место в числе храмов на душу населения. На наши 46 тысяч населения в Красноареманском районе преподает 30 храмов. Это я считаю, что показатель высокий. Людям будет трудно оправдаться пред Богом, что они чего-то не слышали, не знали о Боге, не знали о праздниках, невозможно будет оправдаться тем, что они не виноваты в том, что кто-то ради них не постарался. и мы должны проникнуться любовью к Господу, проникнуться любовью спасителя, который принес себя в жертву за нас и научил нас, как надо жить, жить, чтобы Богу угодить и наследовать царство Божие, царство любви, будущие веки. Ведь жизнь на земле это есть короткий отрезок времени. Всего-навсего сказано в Святом Писании 70, а с чего в силах 80 лет. А далее наступает что? Мы называем смерть. Это не смерть, это есть переход в вечность, это есть рождение в жизнь духовную. И от того, какого жизнь мы проживем здесь на земле, зависит наше будущее после смерти. Так как первая жизнь в утробе матери нам определила нашу жизнь на земле. Если мать вела образ жизни благообразный, не пила, не курила, питалась нормально, то плод рождается нормальным. И уже человек, одаренный талантами, крепким здоровьем, может приносить благо, может приносить добро другим людям. Так и жизнь на земле определяет наше будущее после смерти, то есть после второго рождения жизнь духовную. И мы должны осознать, что от этого времени жизни на земле зависит наше будущее вечности. А жизнь на земле против вечности будет всего-навсего мгновением. Это так мало. 70 ошибок в силах 80 лет. Кто-то доживает и до 100 лет, кто-то и этого не проживает, и в младенчестве, в отручестве, в зрелом возрасте умирает. Вы посмотрите на сад. Сколько цветет цветов весной, а сколько завязей остается? Где-то пятая часть. А от этой завязи сколько дозревает, попадает плоды, будучи маленькими, затем средним, в средних размерах. И только те, которые достигли зрелости, мы их употребляем, и то еще начинаем мы их перебирать. червивое не берем. Вот красивое яблоко, которое полное, которое пригодную пищу мы ее принимаем, а негодное мы ее выбрасываем. Выбрасываем на свалки. Вот так и суд Божий будет, когда придет время, будет отделены праведники от грешников. Праведники будут в одном месте, это есть райское обители, а грешник будет находиться в другом месте. Милость Божия определила и им место. это как свалка у нас здесь на земле, куда мы выбрасываем все ненужное. Там так и в потустороннем мире. Грешники будут находиться в местах, где радости не будет, где радости встречи со Христом не состоится. Один человек рассказывал мне, как после войны 45-го года, один человек, будучи на фронте, был в экстремальных условиях и дал обет Богу, что если он выживет, он построит храм в знак благодарности. Он выжил, он остался живым, закончилась война, и он проложил все усилия, построил храм, затем стал в этом храме быть старством, и долго размышлял над тем, как один Бог может судить такое количество людей, которые прожили на земле, миллиарды людей. И он доходил до иступления, доходил до той мысли, что нет, этого не может быть. И вдруг ему такое видение показывается, что человечество, как волны морские, которые состоят из отдельных капель, эти волны человеческих душ состоят из отдельных человеческих душ. Эпоха за эпохой приходит на суть Божий, и каждая душа, видя святость Господа нашего Иисуса Христа, приходит либо в восторг, если это праведная душа, и находится в радости встречи со Христом, либо она, бия себя в руки, идет в муку вечную, как же так, живя на земле, я не слушал ни родителей, ни пастырей, не соблюдал праздников, не ходил, не молился Богу, даже будут такие, которые говорят, почему я не верил в Бога, а Он есть, и одни пойдут в райские обители, где радость встречи со Христом будет пребывать вовеки, а другие пойдут в муку вечную в адские обители, где там будет плач и скрежет зубов, ну почему я, живя на земле, не слушал, ну почему я не прожил так, даже если принудительным образом поместить нераскаившегося грешника в те обители радости, те обители райские, и там он будет мучиться мыслью, ну как так, я не слушал Бога, ну почему я не верил в Бога, это будет ему и там ад, и там он не будет иметь мира в своей душе, мы должны как раз теми заниматься, чтобы стержать мир в своей душе, веровать во Христа, исполнять заповеди, находиться в постоянном памятовании о Боге, постоянной беседе с Богом, и это есть молитва, и так мы можем проживать всю жизнь, жизнь во Христе, вот что я могу сказать, спасибо огромное